Путин угрожает западному миру началом войны, а Симонян дает прогнозы, чем завершится украино-российская война, как риторика российских пропагандистов, менялась от Киев за три дня до необратимых последствий. Об этом говорим сегодня с Ольгой Романовой, главой благотворительного фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте. Добрый день. Давайте посмотрим небольшое видео, прежде чем начать разговор. Эта эскалация будет и будет продолжаться. У меня уже язык устал об этом говорить. Будут и Атакамс, и Ф-16, и войска, и подводные лодки, и чего только нет. И закончится этот в один момент, когда мы скажем, что, товарищи, у нас здесь ваши войска, которые воюют с нами, ваши подводные лодки или не знаю что. Поэтому мы пересматриваем свое отношение к тому, что происходит, и считаем, что это больше никакая не специальная военная операция, а вы вступили в войну с нами. Вот Симоньян как в воду глядела, и Атакамсы, и подводные лодки, все будет. Это видео она разместила сегодня в своем телеграмме, оно записано было год назад. Путин накануне тоже говорил о так называемых красных линиях. И раскручивать вот эту вот историю про войну с НАТО снова начали в российском информационном пространстве. Как вы считаете, зачем это сейчас делается? Во-первых, нужно как-то объяснить людям, верноподданным, что вообще происходит. Почему нет Киева за три дня, почему нет никаких на фронте крупных побед, почему уже почти два года линии фронта ходят, и это мы не говорим еще о Курске. И это что, это разве украинцы сопротивляются? Ну, конечно, нет. Но разве украинцы могут сопротивляться? Это, конечно, НАТО и Америка. Разумеется, Россия воюет со всем миром, а не с Украиной. Вот поэтому ничего не получается у наших спортсменов. Поэтому вот такое коварство. Сами знаете, да, украинцы коварный народ, да, вот это вот думают, что украинцы воюют. А нет, 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 нет. Это американцы воюют, это немцы воюют, это англичане воюют. Вот недаром Соловьев обрушивает всю свою сейчас мощь на несчастного Джонса, ну или счастливого, я уж не знаю как. Ну потому что, ну, понятно же, что происходит. И с одной стороны, конечно, понятно, что Украине помогает весь мир. Украине помогает весь мир, и если кто-то не помогает Украине, то вообще-то нечего делать на корабле современности таким людям, странам и институциям. Разумеется. Это такой вот совершенно вот маркер, да, ты из цивилизации или нет. С одной стороны. Но с другой стороны, с другой стороны, Путин должен, то есть, да, есть оружие западное, и Путин должен это как-то объяснять. И вот эта вот помощь, помощь воюющей стране, жертве, да, той, на которую напали. Путин очень ловко здесь, ну, Путин коллективный, Путин вместе со всей пропагандой очень ловко подменяет понятие, заменяя слово «помощь» на то, что весь мир воюет с Россией. Нет. Весь мир воюет с Россией, и весь мир помогает Украине. Это пока еще, пока еще разные вещи. Границы стираются все больше и больше. Я думаю, что рано или поздно границ не будет. И мне кажется, правильно. Но пока так. Да, вы знаете, мы, наверное, когда-нибудь придем к этому, очень хочется в это верить, но хочется прийти к этому без путинской России, без, конечно же, вот этих вот противостояний, которые сейчас существуют в мире, и без красных линий, о которых накануне заговорил Путин. До этого, кстати, это было такой себе прерогативой Медведева угрожать всем красными линиями, там, ядерным оружием. Сейчас Путин лично, прямо и публично приговорозил нашим партнерам. Вот если разрешение все же будет, разрешение бить дальнобойным оружием по территории России от наших союзников, собственно говоря, то как это повлияет на реакцию Путина, вот реально как повлияет, и в первую очередь, что произойдет внутри России, потому что мы понимаем, что вряд ли Россия пойдет на ту эскалацию, которой она сейчас угрожает странам НАТО. Ну, конечно, реакции Путина и то, что в России произойдет, это разные вещи совершенно, естественно. Пока так, пока слава богу. Никто из нас не знает, что у Путина в голове. Никогда никакой аналитик еще не попал и не мог его предсказать. Не потому, что он такой весь, загадочный, непредсказуемый, а потому, что он действительно другой ум, и во многом это потеря связи с реальностью, во многом это самодурство, и попасть в реакцию достроения Путина невозможно. Кто бы мог подумать, что Путин вот так отреагирует на частичное занятие Курской области? То есть никак. Никак. Он сделал вид, что никакой области такой не существует. Вот кто бы мог предположить такую реакцию? Да какого угодно, только не такую. А мы с вами до сих пор имеем дело именно с такой реакцией. Она, конечно, вот эта реакция передалась народу. Ну, простите, народу бы работать 25 лет. Это вообще уже ментально другой народ, не тот, который был в 99-м до его прихода. Там уже изменения ментальные. Уже матери не горюют о своих сыновьях погибших и отдают их пачками на войну. И нет никакого узелинского экстинкта, и закрывается комитет солдатских бутерей. Потому что за ненадобностью. Ее никакая мать уже не страдает. И реакция, она действительно разная может быть. Если полетят дальнобойные ракеты, ну, например, в сторону инфраструктуры, мы понимаем, что никто не даст разрешения бить по Кремлю. Очень жаль. Но, да, никто не даст разрешения бить по Кремлю. Ну, хорошо, полетят в московский регион, в московскую инфраструктуру. Вся страна будет аплодировать стоя. В России ненавиют москвичей. Полетят, я не знаю, условно, ракеты. Условно, туда они не долетят. Туда они не долетят. Если они полетят в сторону Ингушетии, будет раплоскать Чечня. В сторону Чечни будут раплоскать все остальные. В сторону Башкирии будут рады татары. Ну, и так далее. Очень дружный народ. Очень такой всегда придет на помощь друг другу и соседу. Такой независливый, поддерживающий, ну, и так далее. Поэтому, ну, посмотрите, Курская область бомбят беженцы, всем плевать. Белгородская область уже два года бомбят. Сколько беженцев, всем плевать. Брянская область, всем плевать. И дальше будут всем плевать. Да, вот вы знаете, такое ощущение, что этот отрыв от реальности, это не просто там Путин оторван от реальности, а это реально вся страна живет в этом каком-то таком своем собственном мире, который очень далек от правды, от какого-то здравого смысла, ну и так далее. И на самом деле, наверное, что именно поэтому лидеры мнений на России – это а-ля Медведевы. И вот Медведев заявляет, что Трамп якобы обиделся на Россию, и ни один из кандидатов России нынче не близок, что санкции не снимут, отношения с Соединенными Штатами не улучшатся. А при этом в информационном пространстве обсуждают, что это такая дешевая игра на публику кремлевских приспешников. Вчера, скажем, Джей Ди Вэнс заявила о довольно противоречивом видении разрешения войны в Украине. Вот как вы считаете, это такая возможность со стороны трамповской команды забросить удочку и посмотреть, как мир отреагирует на заморозку войны в Украине? Или что это было? Ну, вы понимаете, война в любом случае не кончится так, как все бы мы хотели, чтобы она кончилась. Дело в том, что к миру мы пойдем еще очень и очень долгим путем. Конечно, будет установлена справедливость, в конце концов, разумеется. Но прежде чем мы достигнем того, чего на самом деле хотим, придется просто, например, прекратить огонь, например, в какой-то момент. В какой-то момент. Это устраивает все стороны, но вообще-то нет. Это единственный способ начать какие-то мирные переговоры. Поэтому так или иначе, вот тот самый компромиссный первый вариант и не менее компромиссный второй вариант, и не менее компромиссный третий вариант, он на самом деле не будет никого устраивать. Но надо будет понимать, что это просто очень сложная дорога к миру. Она растянется на много лет. И хорошо, если мы успеем досмотреть до конца, я думаю, досмотрим. Уж, по крайней мере, мы точно увидим Украину, которая весь мир восстанавливает. И это мы точно увидим и в ближайшее время. А вот так, чтобы был ров с крокодилами или не с крокодилами, будет Путин, не будет Путин, а что там будет дальше? Какой именно будет мир? Чей Крым? Ну, если понятно, что Крым украинский, это спорить нечего, да? А когда он будет уже украинским, когда он уже формально вернется, в конце концов, к Украине? Что будет с Востоком Украины? Что делать с коллаборантами? Ну, это еще много-много-много вопросов. Ну, и как судить страну, которая развязала войну? Я не говорю сейчас о Путине. Я говорю сейчас о пособниках Путина, коих, к сожалению, в России миллионы. Да, вы знаете, вот в мировой истории такого прецедента еще не было, и что с этим делать, пока так же непонятно. Но при этом мы видим, что Россия, она якобы и готова, как они говорят, к этим мирным переговорам, но она готова на условиях, на своих вот этих вот условиях, которые фактически называются капитуляцией, и она их проталкивает. И то, что вы говорите сейчас, что какое-то вот это вот понимание к миру, и мы к нему придем со временем. Но если это будет там еще несколько лет, то это, наверное, какая-то такая изнурительная будет война, и военные действия действительно растянутся. И в таком случае, если Путин ставит на это ставку, если Путин ставит на длительную войну, на изнурение, то в таком случае Россия остается в плюсе? Россия никогда не остается в плюсе, в плюсе агрессор никогда не остается. Ну, никогда не остается. Так уж вот повелось. Я думаю, что в любом случае, когда Россия сформулирует условия, которые Россия, Путинская Россия, другой России, кажутся приемлемыми, и которые согласится Украина, на самом деле это будут украинские условия. Просто никто их не назовет украинскими условиями. Они будут называться российскими условиями, но на самом деле нет. Все понимают, что иначе это не будет принято. Поэтому, конечно, вода будет затяжная, к сожалению. Конечно, она не кончится в один день капитуляции, кого бы то ни было. Конечно, нам это все очень надолго экономим силы, экономим свое время и очень любим людей, которые могут погибнуть на этой войне, хочет их как-то обнять, и обнять тех, кто уже потерял своих близких. Это все надолго. Это все сделал Путин, но не только Путин. Мы об этом будем помнить. И дальше уже формулируют условия, конечно, Украине. Конечно, Украине не потому, что Украина самая сильная, не потому, что Украина самая пострадавшая, а потому, что за Украиной стоит весь цивилизованный мир. И вот так вот он стоит и говорит Украина, диктуй. То, о чем вы говорите, Владимир Зеленский накануне также высказался о китайско-бразильском так называемом мирном плане. Он сказал, что любая мирная инициатива может быть представлена миру только после обсуждения с Украиной. И мы готовы разговаривать и с Китаем, и с Бразилией, договариваться с Россией и забыть, сколько людей убила эта страна. Но это невозможно для нас сейчас. В то же время Россия ставит перед миром ядерные угрозы, продолжает убивать украинцев и говорит о том, что от переговоров реальных, то, о чем мы с вами говорим, она отказывается. Раньше говорили, что на России ждут американских выборов и якобы имеют там определенного кандидата, на которого не рассчитывают. Вот как сейчас? Чего на России ожидают, в том числе, если говорить там о кремлевских элитах? Ну, мы сейчас видим, что президент, очень странный президент России, так называемый президент, очень странно поддержал Камалу Харрис, недавно на Владивостокском комическом форуме сказал, что очень зрозит и смеется, и поэтому очень нравится Путину. Ну, слушайте, ну это же абсолютно мезгения. Человек на самом деле просто оскорбил. Скобил кандидатку в президенты США, Камалу Харрис, фактически сказав, что, ну, вздорная баба, он ржет задором. В переводе в путинского языка, да, то есть он сказал-то вот это. Да, совершенно понятно, что ему не стоит за это американских выборов, ничего хорошего для себя, но он привык, пусть он привык, и он очень хорошо научился, простите меня за выражение, делать дремоконфитку. Он прям научился. И я думаю, что этот навык, он сейчас оттачивает с преддверия американских выборов и собирается договориться, так или иначе с победителем. Но посмотрим, как ему это удастся. Мы с вами видим, что удача все чаще и чаще от него отворачивается. В конце концов, мы привыкли себе считать, что пусть он такой везунчик, ему все время везет. Смотрите, как везет за 25 лет. Из, в общем, почти нормальной страны, молодой, растущий, почти демократический президент, во что это все превратилось. Правда ли, везунчик? Мне кажется, нет. И вы знаете, если говорить о сегодняшних событиях, то якобы Путин поставил задание уже сейчас Курщину не замалчивать в информационном пространстве, а вытеснить украинцев до 1 октября. Вроде как поставил такой дедлайн. Как вы считаете, почему 1 октября и почему вдруг понадобилось освободить Путину Курщину? Мне кажется, он оказался подарком на день рождения. 7 октября Путину 73. Мне кажется, это вишлист. Вы знаете, интересная такая версия, потому что Путина вишлист, а на России возможно могут огласить тотальную мобилизацию. Как вы считаете, вот на этом этапе? Что с ресурсами на России, с человеческими в первую очередь? Ну, пока у России есть деньги, а у России деньги есть, к сожалению, и много денег, пока им проще покупать. Они пока покупают людей, пропагандируют и покупают, пока им этого хватает. Как только перестанет хватать денег, ну, а сейчас что-то не видно, что перестало хватать, тогда это будет тотальная мобилизация. А сейчас, пока крепостных покупают, можно покупать дальше. То есть добровольцы все же есть. Насколько я понимаю. Потому что если говорить о том, что там выгребли уже в дальних регионах и подбираются к Подмосковью, то насколько, скажем, те же москвичи готовы идти сейчас отдавать свою жизнь за путинские интересы? Там не такая система. Там система соревнований губернаторских кошельков. Понятно, что самый толстый кошелек, естественно, у Москвы. Естественно. И она объявляет самые высокие цены. При этом не спрашивая прописку. То есть на самом деле все, что нужно человеку, чтобы получить максимально много денег, это доехать до Москвы. Купить билет до Москвы, доехать, и там уже сдаться на вербовку. И он будет считаться солдатом Собянина. С этими деньгами московскими. Собственно, все. Если все-таки понадобится мобилизация на России, потому что, ну, я не знаю, по крайней мере, западные медиа говорят, что ресурсы у Путина человеческие иссякают. С деньгами непонятно что, потому что на России рассказывают, что у них экономика там развивается небывалыми темпами, но мы понимаем, что санкции, скорее всего, все-таки свое дело делают. То насколько реально, что как бы на России эта мобилизация сейчас не внесет такой раздор для народа? И как мы с вами говорили, что те, которые регионы друг друга там ненавидели, и в принципе на России нету такой сплоченности народа, насколько это может сейчас настроить людей против власти? Рано или поздно мобилизация будет, если продолжится война, мобилизация будет, а война, скорее всего, продолжится, к сожалению. Поэтому мобилизация будет. Но пока экономика устроена в России таким хитрым образом, что вот эти деньги, потраченные на покупку крепостных на войну, они возвращаются в экономику уже России. Если раньше люди старались деньги увезти и купить там домик в Черногории, в Турции, съездить в конце концов, я не знаю, в Вьетнам, то сейчас никто никуда не едет. И деньги в России покупают квартиры, берутся ипотеки, покупаются автомобили, пусть китайские, но они покупаются. Деньги стоят в России, и из них снова можно выплачивать и набирать новых, новых бизнесменников. Но дело в том, что это инфляция, разграняется инфляция. Если платили два года назад 120 тысяч рублей, а теперь 5 миллионов 200 платят, то вот какая инфляция на потребительском рынке? Естественно, выросли доходы, но инфляция тоже растет. Пока люди не ощущают, что часть их доходов съедает инфляция. Скоро будут ощущать. Я думаю, что тогда, когда будут ощущать, цены будут расти, и расти, и расти, и разгонять инфляцию, цены на живой товар будут расти, инфляцию разгонять. Вот тогда, я думаю, что и можно будет говорить уже о большой мобилизации. Вы знаете, в то же время Россия, вот она может мобилизировать, она может там руководить народом так, как ей удобно, своим в первую очередь, благодаря информационной политике, своей так называемой пропаганде, то, о чем мы с вами говорим. И российская пропаганда не ограничивается только о территории России. Скажем, вот фильм «Русские на войне» показали на Венецианском кинофестивале, но нынче в Канаде украинцы добились все-таки отменить показ этого фильма на международном фестивале в Торонто. Несмотря на то, что вот все понимают, что такое Россия со своей пропагандой, почему такие фильмы продолжают пролезать на всемирные фестивали, почему они ездят с показами по всему миру, вот что происходит? Ну, вы знаете, этот фильм неуместен, понимаете? Вот мне очень нравится слово «неуместность» для этого фильма. Поэтому я понимаю, для украинцев само создание такого фильма это оскорбление, потому что это очеловечивание противника, это вот наши мальчики, это показывают западному зрителю, который, в общем, и так довольно неокрепшим умом-то и эмоциями. Поэтому вот этот вот показ этого фильма на каких бы такими фестивалях, в Венеции, Ли, в Торонто, Ли, очень неуместно и, в общем, оскорбительно. Что такие фильмы нельзя снимать? Я думаю, что можно, потому что это будущий очень интересный документ. Я понимаю, что не без помощи спецслужб, я понимаю, что не без помощи Министерства обороны. Режиссерка Анастасия Терехов, если не ошибаюсь, семь месяцев провела на передовой, снимая фильм. На передовой, где даже мобильные телефоны запрещены, где нельзя снимать. Она это как делала? Причем фильм заявлен как канадский. Хороший себе канадский фильм, когда тебе можно жить семь месяцев. Да, звучат разные мнения, но, в общем, это очеловечивание бесчеловечного. Это очеловечивание того, чего на самом деле никак нельзя очеловечивать. Нет там ничего человеческого. Это, вы знаете, это как очеловечивать. Я все время наблюдаю в ужасе. Я вот как-то в ужасе наблюдаю за бабками. Вот какая-нибудь там бабка. Боже, одуванчик. Идет такая. Вот тебе конфетка, а вот котеночка надо взять. И тут ей камеру спрашивают, там, что они у меня обворачиваются, и говорят, что всех украинцев надо убивать. И на себе мальчик конфетку. И идет к себе дальше. Вот такое страшное, оно сейчас повсеместно, особенно на фронте. Нельзя очеловечивать. Нельзя. То, что она дает конфетку мальчику и гладит котенка, не делает чудовища человеком. Не делает. И да, такие фильмы мы с вами можем обсуждать на каких-то закрытых показах после войны. И говорят другому, как это вообще могло случиться. А сейчас, во время войны, показывать это как фильм, акцептованный отборочной комиссии фестиваля, нельзя. Нет. Да, я абсолютно с вами согласна. И напоследок хочется поговорить о сегодняшнем событии. 49 украинских военных и гражданских вернулись домой, ну и 49 россиян уехали к себе. Обмены военнопленными, в принципе, участились в последнее время. Вот как вы считаете, если Россия, в принципе, мы понимаем, что, ну, все равно на своих граждан, на своих этих военнопленных, то почему сейчас участились обмены? То есть причина этому операция на Курщине и большое количество тех же срочников, которых взяли в плен? Или может быть какая-то другая причина? Ну, знаете, мне кажется, что причина — это украинцы и особенно украинки. Это человек, который работает сейчас очень много с украинками, по крайней мере, по военнопленным, по херсонским похитиям, по цивильным заручникам. Я знаю, что это люди, которые, они снесут все на своем пути. Любые препятствия, любые препятствия, но своего родного человека из-под земли найдут и найдут, и лекарства смогут доставить, и все. Это вот это, да? Я разговариваю с украинскими и с военными, и с штабными, и с людьми, которые вообще отвечают за вот этот вот процесс. Я вижу, как они на самом деле измотаны, измучены общением с родственниками, с которыми нельзя не общаться, да, ты, конечно, общаешься, и которые знать не хотят, почему обмен твоего человека невозможен. Возможен! Возможен! Это национальный характер. Вот это вот то, что называется «своих не бросаем» на самом деле, а не как в российской пропаганде. Я очень рада, что в этот обмен впервые вошло семь. Семь цивильных заручников. Семь – это очень много. Обычно они как такая вот слегка вот как прилипляют к большому обмену там один-два максимум. А тут семь, и это женщины еще. Еще есть женщины из ростовских тюрем. Это просто, ну, слушайте, сегодня хороший день. Да, согласна с вами, Ольга. Спасибо вам большое за этот разговор. Ольга Романова, глава благотворительного фонда «Русь сидящая». Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова